Более 9 миллионов рублей лишились камчатцы в январе этого года. 100 жителей полуострова стали жертвами дистанционных мошенников, которые продолжают использовать уже знакомые схемы и пользоваться доверчивостью людей. По-прежнему основным способом совершения таких преступлений является хищение денежных средств со счетов граждан после того, как они сообщают злоумышленникам конфиденциальные сведения о своих картах. При этом жители края все еще доверяют звонкам лажата трудников службы безопасности банка, которые сообщают о взломе счета и попытке хищения денежных средств, хакерской атаки на кредитное учреждение. Так, в январе текущего года в МВД России по городу Петропавловску-Камчатскому поступило заявление горожанина о том, что ему позвонил сотрудник банка и под предлогом предотвращения несанкционированного списания похитил более полтора миллиона рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Аналогичным способом спустя двое суток жительница краевой столицы лишилась почти 37 тысяч рублей, переведя их на банковский счет неустановленного лица. Прокуратура полуострова напоминает, что надо быть внимательным и помнить, что в случае поступления сомнительных звонков по вопросам банковских карт надо связаться с самим банком по телефону, который есть на обратной стороне карты. Если все же вас удалось обмануть, сообщите об этом в правоохранительные органы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова